Предприятие завод Маяк, Маяк перспектива ведет разработку новых пехотных орудий для ВСУ. Они будут выполнены в калибре 23 и 30 мм и являться продолжением линейки вооружения, первым представителем которого стал ночной хищник калибром 14,5. Об этом рассказал директор Маяк перспектива Александр Гордеев. Маяк перспектива сейчас ведет разработку 23 и 30 мм пехотной пушки. Фактически они являются продолжением концепции, которую мы воплотили в ночной хищник, мощного, дальнобойного и малозаметного средства для уничтожения материальных объектов противника, бронетехники и укреплений. Это довольно перспективные разработки благодаря специфике их использования. Например, если говорить о 30 мм, то это эквивалент главного калибра БМП-2, БТР-3 или БТР-4. То есть когда эта пехотная пушка будет вести огонь, то враг, в первую очередь, будет искать бронетехнику. В то же время эти новые пушки будут оснащены так называемым баллистическим холодильником, средством которое мы уже проработали на версии 14.5. Оно снижает звук выстрела, тепловую сигнатуру и позволяет реализовать более плавный переход от внутренней баллистики к внешней. Для понимания выстрел из ночного хищника не слышно уже на 700 метрах, а прицельный огонь из него возможно вести на 4 км, рассказал Александр Гордеев. Пока точные характеристики нового оружия не разглашаются. В то же время дальность стрельбы для 30-миллиметрового калибра может превышать 4 км, а мощности боеприпаса хватит для пробития в лобовой проекции легкой бронетехники типа БМП или БТР. Также озвучено, что по сравнению с ночным хищником, оператор будет размещаться рядом с пушкой, а не за ней. В конце отметим, что появление таких пехотных орудий, так или иначе, но есть вызовами реалий войны в Донбассе. Среди доступных кадров с передовой на позициях бойцов ВСУ довольно часто можно увидеть крупнокалиберные пулеметы, снятые с бронетехники и установленные на волонтерские станки. Все это говорит о реальном использовании такого оружия, которое в первую очередь предназначено не для уничтожения личного состава противника, а материальных объектов, бронетехники и укреплений. Поэтому оно и получило название антиматериальное. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.